Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас очередная программа в цикле «Круглый стол свободной прессы». И это будет именно «Круглый стол». Тема нашего сегодня обсуждения – это проблемы экологии, а точнее – глобальная экологическая катастрофа, ее черты и признаки. Помимо меня в обсуждении примут участие доктор физико-математических наук Феонова Людмила Кузьминична и кандидат физико-математических наук Лисовский Юрий Александрович. Это двое крупнейших ученых, которые представляют такую организацию, как Комитет СТА. Были в Комитете СТА, известен Римский клуб, а вот Комитет СТА. Для начала я хочу задать вам, Людмила Кузьминична, вопрос. Расскажите, что такое Комитет СТА, когда он создан, какие преследуют цели, и что за 100 человек входит в его состав? Примерно 11-12 лет назад, когда было ясно, что науку просто уничтожают в России, собралось несколько ученых разных специальностей, которым просто создали такие условия в их организациях, несовместимые с их жизнью, там и работой в науке. И тогда мы решили пойти в политику. У нас была небольшая группа, которая постоянно расширяется. Это были ученые разных специальностей. В основном это были точные науки физики, математики, техники, химики. А также были социологи, философы, биологи и экологи. Значит, мы поставили себе такую задачу. Первое. Понять, что происходит в стране, и дать аналитическую оценку этому. По существу мы работаем как комитет независимых экспертов. И видим свои задачи. Во-первых, информационную войну против той неадекватной оценки ситуации, которая доминирует, к сожалению, в федеральной прессе. И это первое. И второе. Наметить пути выхода, что еще очень важно. Задача комитета СТА также это подбор новых кадров. Поэтому это наша каждодневная, ежедневная работа. Хотя сейчас она очень трудна. Эмигрировали уже полтора миллиона ученых за 20 лет. Тем не менее, мы в этом направлении движемся. И поэтому мы особый акцент ставим на том, чтобы создать сети. Комитет СТА это сетевая структура. Это структура, которая включает международная. Она включает ученых не только Украины, Белоруссии, Казахстана, то есть бывшего постсоветского пространства, но и иностранных ученых. Мы провели несколько интернет-проектов с их участием. В частности, Россия. Образ будущего. И в частности, ученые о российско-белорусских отношениях. Юрий Александрович, вы, может, что-нибудь добавите? Постараюсь. Ситуация действительно очень сложная. И сложность этой ситуации в том, что в настоящее время человечество не знает, по какому пути идти. Все сейчас имеющиеся пути развития, все уклады, все экономические структуры находятся в состоянии кризиса. К технологическому кризису добавляется экологический кризис, политические кризисы. И поэтому анализ ситуации заставляет искать какие-то пути выхода из него. Поэтому мы и решили создать такую коллективную структуру, типа коллективного разума, которая бы, обсуждая одну и ту же проблему с разных сторон, попытались бы найти пути выхода. Что нам делать? То есть это у вас получается, вот это комитет СТА, это некое сообщество сетевое ученых, которое занимается прогностикой на основе с точки зрения точных наук, опорой на точные данные, развитие экономики, развитие экологической среды, проблемы, наверное, безопасности затрагиваете, да? Безусловно, они тесно связаны. Проблемы духовной жизни, у вас там есть тоже, наверное, представлено в какой-то форме. На основании вот этих интегральных характеристик вы вырабатываете какие-то рекомендации, которые потом могут служить в основе для принятия каких-то решений. Политики и коммерсанты потеряли контроль за темпом развития научных исследований. Растет разрыв между интеллектуальным уровнем. Я об этом говорю, это первое. То есть мы можем говорить о том, что идет разрыв между интеллектуальной и властной элитой. Ученые далеко-далеко вниз. Ушли в сторону. Вниз опущены в социуме. Не вниз, а отошли в сторону. Отошли в сторону. Это первый момент. И второй момент я хочу заметить, это уже моя позиция. Что никто из тех, кто может стать Эйнштейном, новым, или новым Планком, или новым Менделеевым, они никуда не делись. Они точно так же рождаются. Они точно так же работают. Точно так же исследуют. И хочу напомнить, что Менделеев, Планк и Эйнштейн, создавая свои фундаментальные прорывы, не проводили никаких исследований. Они бы общали имеющийся материал и совершали на этой базе прорывы. Эйнштейны новые наверняка где-то есть. Но когда будет совершен этот прорыв, не факт, что этот прорыв будет отдан власти. Они не допущены, они вообще не видны. И это хорошо. И это хорошо. Вот теперь в этом контексте мы с вами поговорим вот о чем. что на фоне того, что власть отталкивает реальную науку, на основании того, что власть не способна на интеллектуальном уровне воспринять выводы наук, я думаю, вы с этим согласитесь. Мир переживает серьезнейшие экологические проблемы. Более того, речь идет о том, что фактически надвигается, если уже не надвинулась, глобальная экологическая катастрофа на планете. Об этом и киотский договор, и многое другое говорят. Вот вы занимаетесь этой проблематикой довольно основательно. Расскажите, пожалуйста, собственно, из чего состоит эта экологическая катастрофа? Какие движущие силы, процессы определяют ее формирование? Можете перечислить? Да, конечно. Так сложилось, что начав с науки, образования наших свойственных нам проблем, комитет СТАП быстро вышел на проблему экологии во всех ее аспектах. Это очень многоплановое явление, глобальная экологическая катастрофа. И состоит она базово из двух моментов. Во-первых, всего за сто лет так называемой научно-технической революции человечеству подошло к исчерпанию природных ресурсов. Достаточно сказать, что за сто лет практически в большей части израсходованы те углеводороды, которые копила планета более полутора миллионов лет. Миллиардов, наверное, вы имеете? Миллиардов, да, я оговорилась. Итак, пункт первый. Исчерпание природных ресурсов. Пункт второй. Мы умудрились переработать вот эти ископаемые ресурсы в ядовитые вещи. И загрязнили ими все среды без исключения. Загрязнение почвы, мирового океана, атмосферы и даже околоземного пространства. Около 50 тысяч тонн сегодня крутится в околоземном пространстве, в ближнем космосе. В основном это обломки, причем не безобидные обломки. Это могут быть детали химических или радиоактивных источников питания. Прямым следствием того, что мы загрязнили среды, в частности атмосферу, явилось следующее мощнейшее проявление глобальной экологической катастрофы. Это глобальное потепление. Вот поскольку здесь огромное количество спекуляций, я потрачу очень короткое время, чтобы четко прояснить, что это такое. Это очень маленькое, на десятые доли градуса, рост среднегодовых температур. Потому что такое общественное мнение обывательское говорит, ну какое же потепление, когда вот такие морозы трещат, скажем. Значит, это никакими органами чувств не померить и не почувствовать, но маленький рост температур приводит к катастрофическим явлениям. Но вы имеете в виду средний рост температур. Но я, правда, не сказал бы, что прям такой уж малозаметный рост температур. Просто наблюдая московские зимы, скажем, последнего десятилетия, вот я бы так сказал, я бы сказал, что за исключением там отдельных периодов, очень даже теплые, вот хотя бы эта зима. Как можно не заметить радикальные изменения климата в тех же Соединенных Штатах Америки или в той же Канаде, или в Великобритании, Европе, где в Соединенных Штатах Америки беспрецедентные снежные заносы. И морозы, и минус 40, и даже минус 50. Да, это не характерно для них. То есть это реально есть. Третье, какую позицию, вот вы назвали три позиции. Это исчерпание запасов, загрязнение среды. Пока в общем назвали... Климатическая катастрофа. Колоссальных размеров климатическая катастрофа. Смысл содержания, смысл этого что такое? Климатическая катастрофа состоит не только в том, что происходит огромное колебание температур. Вот здесь на кривой у нас приведены колебания температур, но огибающие этих колебаний идет вверх. Но это опять же идет к вопросу глобального потепления. А если она идет вверх и круто вверх, это значит мы движемся к температурному коллапсу. То есть в физике есть такое понятие, процесс с обострением. Так вот он заканчивается или катастрофой, или каким-то, я не знаю, точнее сказать, истощением ресурсов, которые используются для раскручивания этого процесса. То есть попросту говоря, мы можем говорить о том, что глобальная катастрофа определяется четырьмя основными элементами. Это первое, исчерпание ресурсов, это загрязнение, это глобальное потепление и климатические колебания, которые мы сегодня имеем. Вот это четыре. Ну давайте вот о них поговорим по отдельности. Давайте немножко раскроем ситуацию с исчерпанием ресурсов. Ведь все-таки нефти хватает. Хотя вот многие называли цифры, что кто-то говорил через 20 лет, кто-то через 30 лет нефти не будет хватать. Но потом выясняется, что наступают эти годы, проходят там 10-15 лет и никакого спада нефти нет. Находят новые нефтяные месторождения и опять идет работа. Давайте расскажите, вот с точки зрения исчерпания ресурсов. И только ли нефть? Может еще какие-то есть ресурсы, которые находятся на грани исчерпания и без которых существование цивилизации в дальнейшем невозможно? Значит, естественно, мы живем на изолированной земле и поступление никаких ресурсов извне пока не предвидится. Во всяком случае, при современном уровне технологий. Поэтому принципиально, естественно, есть ограничения по использованию ресурсов. Человечество рано или поздно к этому подойдет. По отношению к тем ресурсам, которые сейчас наиболее интенсивно используются, наибольшие опасения вызывает нефть. Естественно, земля это достаточно сложная система. И вопросы прогнозирования, допустим, той же самой геологоразведки, они могут быть только относительны. С определенной степенью вероятности или достоверности. Тем не менее, при том уровне вероятности расчетов, которые есть, и анализов тех тенденций, которые есть, можно однозначно утверждать, что уже в ближайшее время в России разведывание новых запасов будет меньше, чем добывается. То есть отношение ресурсов нефтяных, которые есть в земле. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, а в других странах, в других регионах? А в других странах ситуация абсолютно та же самая. По анализу, Соединенные Штаты прошли этот пик где-то в 70-80-х годах прошлого столетия. То есть мы можем говорить о том, что этот такой, так называемый пик Хабберда, будет там через 5-7 лет. Это не принципиально, но он будет уже в ближайшие 7 лет по всему миру. 7 лет, это называется? 5-7. Фирмы, все зависит от модели расчета. Но они с очень высокой степенью достоверности говорят все ближайшие. Только начнется спад. Только начнется спад. Но реально мы, я так полагаю, почувствуем результат вот этого эффекта спустя лишь какие-то десятилетия, наверное. Это не так быстро будет. Потому что, согласитесь, когда речь идет, судя по вашему графику, он достаточно пологий. И вот этот график идет от, охватывает диапазон, вот пик этого дела, где-то порядка 15-20 лет. То есть, попросту говоря, наверное, речь идет о том, что это будет постепенно нарастать, не будет не так быстро. То есть, ну, наверное, мы пройдем пик через 5-7 лет, а ощущать, на чем этот эффект, где-то может через 10-15-20 и более лет. Наверное, так мы будем говорить, да? Да. Если не будет технологических изменений. Давайте немножечко остановимся по таким вещам. Первое, значит, что есть возможность перейти на добычу сланцевой нефти. Пока ее вообще никто толком не занимался, не считая там отдельных работ в Соединенных Штатах Америки. И то с весьма сомнительным результатом, потому что трудно прогнозируемые объемы сланцевой нефти. Есть в России возможность начинать переходить на добычу сланцевой нефти. Это будет дорого стоить. Как вот вы оцениваете перспективы сланцевой нефти? Количество резервов нефти в земле можно оценивать по-разному. Можно оценивать такую нефть, которая является рентабельной при существующих технологиях. Можно включить в эти предполагаемые резервы, которые принципиально не изменят картину, допустим, нефть в песках. Трудно добывать, но она есть. Картина будет чуть-чуть глаже. Можно включить сланцевую нефть. То же самое. Так что, сланцевая нефть, она не обладает такими? Ее не так много, как обычной традиционной нефти? Она не так много и она дороже. Второе. Сланцевая нефть, так же, как и сланцевый газ, несет целую кучу экологических предполагаемых рисков. И достаточно сказать, что по энергетической программе Европы, так называемая энергетическая дорога 2050, не предполагается развитие и добыча газа в Европе. А ее сланцевого. Почему? Экологические причины. Непредсказуемые последствия. Большие риски. Ну, это известно. Дело состоит в том, что добыча сланцевого газа и сланцевого нефти на территории тех же Соединенных Штатов Америки превращает эту территорию в безжизненную пустыню. На которую ставить какие-то серьезные сооружения невозможно в принципе, потому что там образуются огромные карстовые полости, которые приведут к конечным итогам брушением огромных значительных площадей под землю просто и плотность не получается. То есть, в общем-то, картина примерно с нефтью и сна. Какие еще? Там еще один момент. Можно по поводу сланцев? Там есть даже два момента. Во-первых, она будет страшно отравлена вся. Там будет тут же возникнуть проблема с пресной водой. Все источники пресной воды в округе будут... Отравлены. Да, они по существу будут уничтожены. И есть еще страшнее следствие. Например, в штате Колорадо с 2008 года, когда начали добывать сланцевый газ, число землетрясений магнитудой в 3 балла по шкале Рихтера и больше увеличилось в 240 раз. То есть, это же добывается нефть гидроразрывом полоста, так называемый фрейгер. Там образуются карстовые полости. Да, и вся тектоника пошла, пошли плиты. А на месте правителей Соединенных Штатов я бы так не баловалась. Потому что там на северо-западе есть Елоустонский вулкан. А я занимаюсь поликристаллами, как металловед. И знаю, что если тронуть одну тектоническую плиту, пойдет вся система. Есть еще у них очень нестабильный разлом Сан-Андреас и прилегающие разломы, которые могут тоже привести к катастрофическим последствиям. Это расшатать все равновесие тектоническое. Это могут быть очень непредсказуемые последствия. Она практически непросчитываемая, эта система. Это знакомая проблема, потому что создание геофизического оружия, предполагающего за счет серии взрывов, инициировая землетрясения в других местах, оно тоже труднопрогнозируемо по последствиям. И по сути дела мы можем сказать так, что Соединенные Штаты Америки, добывая сланцевую нефть, ведут против самих же себя геофизическую войну. Интересная картина, да? Интересно, вот вернемся опять к этой же истине. Сильный разрыв интеллекта элит. Об этом мы начинали. Теперь мы поговорим, какие еще ресурсы исчерпываются. Сегодня ведь одна из проблем исчерпания ресурсов – это пресная вода. Наверное, это является одним из причин такой агрессивности со стороны Запада против России. Ведь Байкал – крупнейший в инопланете резервуар пресной воды. Я уж не говорю про наши реки – Енисей, Лена, Сибирские, носители этой пресной воды. У них, у Соединенных Штатов Америки, таких рек нету. Есть в Латинской Америке Амазонка, но эти реки в Латинской Америке отходят от США. Сегодня Латинская Америка разворачивается в другом направлении. И западная цивилизация стоит на пороге водяного голода. Об этом тоже нельзя говорить. Вот на эту тему что вы можете рассказать? Уже миллиард почти жителей Земли испытывают дефицит пресной воды. Это где он преимущественно расположен? Это суммарные данные Организации Объединенных Наций. А где этот миллиард? Значит, основное – это, конечно, Африка. 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 Основное – это Африка. Но вы правильно сказали про сибирские реки. Значит, безобразное, я бы сказала, это мягко выражаясь, использование водных ресурсов в Сибири, казалось бы, необъятных, привело к тому, что падение уровня Байкала в этом году составило 40 сантиметров. Это вообще катастрофа. Потому что все делается в угоду, опять же, той прибыли, о которой вот говорил Юлий Александрович. И реки, питающие Байкал, прежде всего используются для получения электроэнергии. В результате мы получили такое. То есть мы можем даже этот уникальный резервуар... Да, но мы не должны забывать, что на протяжении всего советского периода, когда были гидроэлектростанции, и они все работали очень хорошо и эффективно, тем не менее, такого падения уровня Байкала не было. Что-то произошло сейчас. А сейчас, наверное, произошло то, что начинает меняться климат. И вот в контексте изменения климата, может быть, связано с этим, те процессы, которые мы наблюдаем. Ведь что мы сегодня наблюдаем? В России, в Москве зимы, которые характерны были, по моей памяти, для Краснодарского края, где-нибудь там, периода 60-х годов, когда я в школу ходил пешком, сегодня мы видим зиму, вот эту зиму, предыдущую зиму, причем не одна, а целую серию зим. Очень теплых. Самая теплая зима за 100 лет, эта зима. Дело в том, что там была, может, одна-две таких зим, а тут целое, по-моему, десятилетие с лишним. Это уже система. Исключения, которые имеют место, вот последние, предыдущие там, вот было 2-3 года холодных, но это скорее исключение, которое лишь подтверждает правила. Может быть, это сказано, связано все-таки с глобальным температурой. И особенно вот мало констатировать, что имеет место подъем температуры. Поговорим о причинах этого явления. Поговорим. Во-первых, я хотел бы отметить, что когда мы говорим или пытаемся проанализировать ситуацию, то мы имеем дело с очень сложной, динамической, хаотической системой планеты Земля, где все взаимосвязано. Самосогласованная система. Это самое сложное. Она и самосогласованная, но самогласование очень легко сломать. И более того, частью этой системы является еще и интеллектуальный элемент. Человек, поведение которого непредсказуемо, силу его там, жадность, амбиции и так далее. Поэтому точно сказать, к чему приведет то, что происходит, нельзя. Но тем не менее, уже можно отметить то, что уже произошло. Кухней погоды всегда была Атлантика. Глобальное потепление имеет колоссальным следствием и тяжелым для человека таяние льдов. Это вы говорите о следствии. А я говорю о причинах потепления. Причина закачанный углекислый газ в атмосферу. Так называемый парниковый эффект. Дело в том, что сейчас количество поступающей на Землю энергии больше, чем Земля излучает. Равновесие нарушено. Земля потихоньку накапливает тепло. За счет чего кто обеспечит экранирование вот этого излучения тепла Земли? Так называемые парниковые газы. В первую очередь, это углекислый газ СО2. На его долю приходится большая часть парникового эффекта. Да, но Юрий Александрович, с другой стороны, целый ряд ученых говорят о том, что все это чепуха. Что парниковый газ не является таким уж прям опасным. Ничего страшного. Что вы на это ответите? Значит, на это я отвечу следующее. Что да, действительно, спекуляций на эту тему много. Но специально созданная ООН-комиссия по изменению климата, она так называется. И плюс официальное заключение 11 академий наук ведущих, всех ведущих стран, говорит следующее. Потепление связано с парниковым эффектом. И основной причиной является углекислый газ. То есть сейчас официальная точка официальной науки практически единогласна. И поэтому оппоненты сейчас меньше говорят о том, что вот, мол, увеличен парниковый эффект, потепление и так далее. Они переводят на другие рельсы. О чем, так сказать, будем бороться, допустим, с выбросами углекислого газа? Давайте мы подготовим человечество к тому, что углекислого газа в атмосфере будет больше. Предложений, конечно, достаточно сумасшедших много. Вплоть до того, что должны быть индивидуальные средства защиты. Вплоть до того, что предполагается повесить какие-то пылевые облака в атмосфере, в стратосфере или еще выше для того, чтобы защитить. Распорить или распылить в океане какие-то тоже порошки для того, чтобы изменить отражательную способность океана. И, в общем, таких вот предложений достаточно много. Ну, это довольно интересно. То есть, попросту говоря, когда будут распылять порошки, вешать всевозможные облака в атмосфере, там и пойдут другие еще процессы. Например, экранирование солнечного излучения, там много других эффектов, которые поведут к тому, что здесь может начаться какое-нибудь похолодание сверхъестественное, или наоборот, начнутся мутации разных животных существ, живых существ с непонятными последствиями. То есть, вот эти все моменты как-то не учитываются. Просто берем, а много солнца приходит, давайте повесим экран. Такое простое, незатейливое решение. То есть, реакция первого порядка, без просчета последствий второго, третьего, четвертого, и тем более последующих порядков. Я так думаю, да? И мотивация вот таких предложений, ну, что сказать, странных с точки зрения науки. Это, видимо, делается за гаранты коммерческих организаций, которые хотят принять участие. Тут и ключ. Это оплачивается. Европе, для того, чтобы изменить концентрацию углекислого газа, сейчас приходится принимать программу, которая стоит примерно 4 триллиона евро. Говорят, легче повесить в облако. Запустил космический корабль, сколько там стоит, допустим, пыль. И все. Ну, для этого американцам придется отказаться от своего главного фетиша автомобилей и самолетов. Кстати, хорошо бы интересно напомнить людям, что в Соединенных Штатах Америки с точки зрения железнодорожного транспорта одна из самых недоразвитых сетей. Она по количеству километража очень большая, но вся на тепловозах. И только в России, ну, отчасти в Европе, в Германии, в Японии, вот эти сети на электрической тяге, а значит и выбросов, естественно, меньше. А там вот такая картина. Вот тут интересный еще один момент. В последние годы мы наблюдаем вот такое явление, когда, причем это не первый раз, это не только эта зима, предыдущие тоже, когда в Соединенных Штатах Америки, в Европе наблюдается буквально беспрецедентная холода. Ну, вот последние мы с вами наблюдаем. А в России, наоборот, имеет место потепление. Вот вы не связываете ли это с каким-то особым событием? Вот я, насколько слышал в оценках, в том числе и западных экспертов, что одна из главных причин этого явления стало выброс нефти. В Мексиканском заливе. В Мексиканском заливе, который повел к разрушению в определенной степени Гольфстрима. Так ли это? Как вы оцениваете? Да, Мексиканский залив с взрывом платформы, Бритиш Петролиум, конечно, помог, но глобальное потепление со страшной скоростью убирает льды полярные. Стекают тысячи тонн, миллионы тонн. Пресной воды, холодной. И идут два процесса. Гольфстрим, теплое течение, быстро деградирует, оно охлаждается просто-напросто. Это первое. Второе. Взрыв платформы в Мексиканском заливе привел к большим разливам нефти. И опять мы упираемся все в коммерческий мотив. Размер штрафа в Соединенных Штатах зависит от размера пятна. И чтобы пятно сократить, Бритиш Петролиум подняла самолет и распылила некий порошок, который осадил эту разлитую нефть. Вглубь размер пятна уменьшился и размер штрафов соответственно. Но в глубине образовались линзы, которые слиплись, образовали так называемые нефтяные деревья, в которых путается Гольфстрим, теряя скорость. Гольфстрим нес энергию до всех этих процессов деградации примерно равную миллиону атомных станций. Сегодня этой грелки у Европы нет, и у Соединенных Штатов тоже. Ее так и называют очень многие климатологи грелкой. И, соответственно, комфортный климат Соединенных Штатов и Западной Европы был обеспечен в основном Гольфстримом. Да какие-то, так сказать, части Гольфстрима уже не доходят до Скандинавии, где тоже трещат морозы. В результате Европа и Соединенные Штаты спускаются к широтным температурам. У них больше нет привилегий климатических. И самое замечательное в том, что обсуждается на Западе, где взять деньги для того, чтобы подстроить инфраструктуру вот этих регионов к новой реальности, то есть к сибирским зимам. И никто не обсуждает, есть ли вообще эти ресурсы у планеты. Ведь в Англии замерзло около тысячи людей, замерзают не бомжи, а люди в своих квартирах, где тоненькая стеночка и одинарное окно. Они не годятся эти дома. Но это известно. В Соединенных Штатах Америки вот эти вот самые дома, как у Наф-Нафа. Ветром дунуло, и он упал. Ну да. А у нас каменные, капитальные. То есть, попросту говоря, это будут иметь экономические последствия. Серьезные. Гигантские. Вспомним. Нас обвиняли, что у нас очень энергоемная экономика. Забывая тот факт, что в Соединенных Штатах Америки и в Европе намного теплее климат средний. Просто тепло. А у нас, естественно, находится все в пределах вот этой самой зоны вечной мерзлоты до 70% территории. Естественно, мы должны были себя обогревать надлежащим образом и строить стены, как у Ниф-Нифа. То есть, соответствующие толщины и каменные. Вот теперь им придется приучаться к новым технологиям. А может менять и местоположение своей жизни. Но тут еще интересный момент. Потепление и таяние льдов ведет к подъему уровня воды. Это мне, как морскому офицеру, актуально. Но ведь я хочу заметить, что известно, что величайшим достижением Голландии это было отвоевание, захват у моря огромных территорий, благодаря которым оно, собственно, и существует. За счет установки дамб, которое ведлось длительное время. Сегодня вода поднимается уже к кромке этих дамб. Что ждет страны Европы, если потепление пойдет теми темпами, как оно идет? Не только Европы, те же США. Вспомни хотя бы Новый Орлеан. Что вы можете сказать, Юрий Александрович, на этот счет? Значит, ситуация примерно такая, что за 110 лет средний уровень океанов поднялся на 20 сантиметров. Но, казалось бы, не очень большая цифра. Это очень большая цифра. 20 сантиметров – это гигантская цифра. Но хуже другое. Этот процесс идет с ускорением. Поэтому какое будет значение уровня океана в ближайшие годы, сказать трудно. Может быть, если не будут приняты соответствующие меры по изменению климата. Потому что вот то, что здесь говорили. Льды тают, площадь океанов увеличивается, изменяется, принципиально изменяется топография изменения, выпадения осадков. Точно так же изменяется амплитуда, разброс в значениях. То есть, может, как в тропиках, весь годовой, вся годовая норма выпадения осадков может выпасть за три дня. И все здесь есть смыть. А потом мороз. А потом засуха. И все погибает. Но вы знаете, я могу сказать только одно. По всей видимости, западные элиты хорошо это понимают. Потому что сегодня открыта охота, по-другому я сказать не могу, за российскими территориями. И в рамках закона о ТОРах, территориях особого опережающего развития, где предоставляется право западному, в первую очередь, бизнесу, по сути дела, экстерриториально, с точки зрения российской территории, размещать свои производственные мощности, устанавливать буквально свои законы, порой противоречащие Российской Федерации. Вот. В пределах этих. По сути дела, речь идет о подготовке условий для переезда части западных элит, а может и всех их, на территорию России. Но теперь нашим российским гражданам надо вспомнить судьбу американских индейцев. Когда к ним приехали представители английской и испанской элит в 16-17-18 веках, эти земли стали процветать, но индейцев там уже не было. Теперь поговорим еще об одном явлении. Вы затронули вопрос загрязнения среды. Этот вопрос мы не обсудили. Вот раскройте, пожалуйста, по каким направлениям идет загрязнение. Вот я могу напомнить, значит, так сказать, просто упомянуть. Это первое, собственно, загрязнение неразлагаемыми химическими элементами. Это генетическое загрязнение, ведущее к возникновению различных, скажем так, нестандартных, несвойственных для естественной природы существ. Это загрязнение ядохимикатами и радиоактивными элементами, которые имеют слишком длительный период полураспада и фактически из земли могут быть выведены лишь спустя многие сотни тысяч лет. Вдумайтесь в эту цифру. Вот в этом как еще можно добавить? Какие виды загрязнения вы можете еще упомянуть? Ну, поскольку мы начинали с климатических изменений, то, естественно, на первом месте стоит загрязнение атмосферы углекислым газом. В чем проблема? Принципиальная проблема в том, что если мы с завтрашнего дня прекратим выброс углекислого газа в атмосферу, это не спасает ситуацию. Абсолютно. Дело в том, что мы уже столько выбросили, что повышение температуры будет продолжаться. Период выведения углекислого газа из атмосферы идет по нескольким процессам. Некоторые или большая часть их это сотни и тысячи лет. То есть, то, что мы успели грубо говоря нагадить, планета будет теперь приходить в себя тысячи лет. И, значит, мы сотни лет будем иметь повышение температуры из-за того, что он задается за спиной, это интегральный эффект. Все, что мы в время технической цивилизации успели нагадить, теперь мы будем вынуждены разбирать. Я-то хотела бы добавить про проблему мусора. Мусора твердых отходов. Дело в том, что в Тихом океане плавают мусорные острова из пластмассы, превышающие территорию Соединенных Штатов. Вы, как морской офицер, знаете, что в океане существует так называемая термохолинная циркуляция. В результате чего в воде пена сбираются комки. Естественно. И там в результате этой циркуляции грязь поверхностная собирается на определенной площади. Я понимаю, но когда говорят площадь размером Соединенных Штатов Америки, я беру глобус, сравниваю территорию Соединенных Штатов Америки и переношу ее в Тихий океан. И говорю, что такое заметили бы моментально. Значит, Greenpeace, чтобы обратить внимание на эту ужасную проблему, в лице одного из его отцов-основателей младшего Ротшильда назвал эту проблему номер один и построил из бутылок судно, и на нем поплыл. И вот его фотографии по океану, когда он плыл, являются одним из доказательств, но главные это съемки из космоса, это аэрофотосъемки. То есть ситуация мусора становится кошмарной. Буквально год назад в Германии была выставка рыб, которых выловили в океане. Их разрезали, и ни одной рыбы из сети, которую достали, не было без остатков пластмассы. Самая серьезная составляющая экологической катастрофы, глобальной, которая будет ни через 10 лет, ни через 100, это наш сегодняшний день глобальная экологическая катастрофа. Так вот, его основная составляющая это биологическая катастрофа. Значит, идет резкое вырождение всего живого на Земле, сокращается число видов на Земле живых, сокращается срок их жизни, и самая страдающая единица человека. Он автор этой экологической катастрофы, и он страдающий, потому что человек убивает Землю, земля убивает человека. И главное то, что вы сказали, это рыночная экономика, которая работает под флагом прибыли, а все экологические мероприятия убыточны. Ради прибыли, сегодняшней прибыли, не думая о будущих поколениях, мы убиваем все. Сегодня еда равно беда. Мы породили такие страшные вещи, как вот эти е-добавки, химию, и самые страшные это, по сути, биооружие, это модифицированные, генетически модифицированные продукты. То есть сегодня человек, гонясь за прибылью, убивает себя. Вот мы пришли к такому, я не знаю, маразму, это мягко сказано, у нас психокатастрофа гигантских размеров на Земле, и я должна сказать, что авторы и организаторы ее сидят в самых высоких креслах, как ученые, я не могу, не сказать, что у нас министр Ливанов за один, сократил за свою бытность 600 вузов в основном по провинции, и только за два месяца этого года 60 еще. У нас идет бурная дебилизация всего населения, дебилам очень удобно управлять, но дебил никогда не договорится с природой. Но есть еще один маленький момент, может, все-таки несколько делов другого, я вот припоминаю Петр Первый и тот же Иван Грозный, возле НИФ дебилы долго не выживали. Обычно либо головы лишались, либо накол сажались, либо салались далеко-далеко, чтобы, так сказать, никогда ее не видел. Может быть, это все-таки связано с дебилизацией элиты? Вот за счет этого, вот этого рода, клонового принципа формирования элиты идет, дебилизация элиты, когда наверх идут не те люди, которые способны созидать, а те люди, которые умеют грамотно подать себя. Вы абсолютно правы. Что стало целью деятельности человека, официально написанное на знаменах Запада? Личная прибыль любой ценой. Если у нас есть, если есть у нас личная прибыль, экологические условия для себя мы купим, вон есть исследование вот той же самой комиссии ООН о том, что оценка рисков экологических в зависимости от счета в банке. Маленький счет в банке люди опасаются нам не выжить. Большой счет в банке я в любом случае выжжу, у меня денег хватит. Второе, вытекающее из того, что вы сказали, что мы потеряли чувство разумного, так сказать, я не знаю, отношения к природе. Что это такое, если мы, как вы говорите, тратим ресурсы планеты впустую, на оболочку, которая никуда не нужна, или господин Абрамович, который построил себе яхту за полтора миллиарда долларов. Что это такое? Это нерациональное, неразумное расходование общего состояния планеты. Мы называем это финансовый фашизм, потому что на самом деле это фашизм, убивающий не только человека, но и землю. Дело-то в том, что мы сказали, с этого начали, это же автономный космический корабль, нам некуда убегать. Вот такое впечатление, что у Абрамовича где-то в кустах стоит звездолет припрятанный, и он в случае глобальной катастрофы куда-то денется. Это полный абсурд думать, что в каком-то бомбоубежище или где-то на Алтае ты отсидишься. Локальных способов спасения от экологической катастрофы нет. Вокруг Алтая, который, допустим, или средняя там западная Сибирь уцелеет, будет плавать не вода, будет бульон из реакторов атомных станций, из бактериологического оружия, химического оружия, пестицидов, гербицидов и лабораторных вирусов и так далее. Ему будет очень красиво там жить, за какие бы деньги он не купил эту территорию. Но самое интересное, что ведь для того, чтобы даже существовал вот этот вот анклав, этот анклав должен иметь источники энергии, продовольствия, источники продовольствия, воды, воды, там должны быть производства, которые обеспечивают восстановление работоспособности всего этого комплекса. Ну, вышла какая-то железка, ее же надо выточить. Ну, и, наконец, должны быть люди, которые все это обслуживают, которые работают, делают вот это все, чтобы это все функционировало. А для того, чтобы эти люди работали, делали, им еще тоже нужно есть, пить и все прочее. То есть, получается-то интересная картина, что провозглашая вот такие идеи о каком-то анклаве в условиях пустыни, они не способны их реализовать, потому что такой узкий анклав людей не способны просто воспроизвести жизнеспособную обстановку. Кроме того, обстановка на планете будет меняться довольно быстро, значит, ее необходимо отслеживать и корректировать возможности своего анклава, своей системы защиты от новых возникающих гроз. И этого тоже не сделать не смогут. То есть, это гибельный путь, заведомо гибельный путь. Вообще, никаких технических методов решения экологической ситуации, они вторичны или даже третичны. Экологическая ситуация должна решаться политическими методами, прежде всего политическими методами. А может быть идеологическими? Начинать надо. Это все связанные вещи, это все связанные вещи, вы никакую идеологию вашу не проведете в жизнь, пока у вас нет в руках больших СМИ, вас туда никто не допустит. Это вопрос политики, ну а политика, как известно, концентрированная экономика. То есть, пока у нас будет сидеть рыночная экономика, вообще несовместима с выживанием человека на земле. Вы поставили очень серьезную проблему, но эта проблема требует своего осмысления и начинать надо все-таки, мне кажется, с идеи. Ведь согласитесь, вот вы говорите, нету средств массовой информации, нету того, нету того. Ведь великий Ленин, когда начинал борьбу со своей партией, ведь он вообще ничего не имел. Если у нас сейчас есть телевидение, вот мы с вами выступаем, если у нас есть возможность публиковаться в различных газетах, то там не было ничего. Объективно ситуация подведена будет в такой точке, когда большинство населения страны или же планеты, окажався на пороге и перед угрозой смерти или гибели, очнется и начнет разбираться с виновными. Как это произошло в далеком 1917 году? Есть три составляющие, которых вы касались в разное время. Первое. У нас половина населения Земли выживает. И проблемы, которые могут возникнуть всего лишь через 10 лет, их мало интересует. Им надо выжить сегодня. Будет это ядерная война, экологическая катастрофа, их это мало трогает. Второе. Тоже касались, что у нас целью жизни, целью полагания в нашей деятельности стала прибыль, сегодняшняя прибыль. И при этом меня не интересует, что будет через некоторое время. Даже что будет с моими детьми. У меня цель выжить самому. Это проблема потомков, чтобы они смогли выжить. А поэтому здесь ключевая роль, то, что вы говорили, это элита. У нас несовершенные механизмы формирования элиты. Что у нас фильтруется в элиту? Можно посмотреть хоть по нашей стране, что по международным организациям. Это люди, для которых личный успех прежде всего. пока мы не сможем сделать механизм формирования нормальных элит, а потом механизм контроля их деятельности, потому что мы сделали нормальную элиту, но элиты имеют возможность перерождаться. мы будем иметь то, что имеем сейчас. Алшность и жадность. Мы сегодня констатировали только одно, что состоялась глобальная экологическая катастрофа. Мы констатировали тот факт, что сегодня главным источником глобальной экологической катастрофы является рынок. Это означает, что искать пути надо. Не от того, как сократить выброс тех или иных ядохимикатов и потом их предлагать и пытаться внедрять, в том числе и через средства массовой информации, это полнейшая чепуха. По одной простой причине, что нынешняя система, построенная на принципах выгоды, это не примет по определению. И никакими способами, извините меня за выражение, недоумка банкира невозможно убедить в том, что он не выживет на отдельном взятом острове в своем бункере. Он будет уверен в том, что он создаст там условия и приведет туда своих баб и с ними будет жить и благоденствовать. Единственным способом исправить эту ситуацию это решить вопрос с рынком. Надо признать рыночную систему преступной, надо разрабатывать альтернативную модель и предлагать ее людям. То есть решение экологических проблем лежит в русле решения проблем идеологических. На этом спасибо за внимание. Всех вам благ.